Как выяснилось, с приставаниями на работе пришлось сталкиваться и жительницам нашего города. Как вести себя, если вы стали жертвой харассмента? Это и есть домогательство. И возможно ли наказать обидчика? Реальная история в материале Ульяны Яздаковой. Я сижу на сиденье, он подходит ко мне и наклоняется. То есть было явно, что он хочет поцеловать меня. Я от него отстранилась, сказала, что не надо этого делать. Но через какое-то время он вновь решил повторить попытку. Хотя прошло уже несколько лет, но эту историю наша героиня, назовем ее Ольга, до сих пор вспоминает с ужасом. Девушка боится огласки, поэтому лицо не показывает. Голос тоже изменили. Ольга работала менеджером по продажам. Вдвоем с директором ехала на машине в командировку. Во время остановки начальник попытался ее поцеловать. Девушка рассказывает, начальник и раньше проявлял к ней повышенное внимание. Мог приобнять, сделать комплимент или недвусмысленный намек. Коллеги посмеивались, а девушке было не до шуток. Было страшновато. Мало ли что он может сделать, да и вообще, что будет там дальше. Продолжит ли он дальше все приставания. Важно разделять личную жизнь и работу, считает инструктор по вождению Евгений Лаптев. Многие его ученицы – молодые, привлекательные девушки. Специфика работы предполагает тесный контакт. Например, когда наставник обучает работе с рулем и коробкой передач и касается руки ученицы. Кроме того, часто за время учебы между Евгением и девушками завязываются приятельские отношения. Ученицы делятся с наставником подробностями личной жизни, часто не очень веселыми. Евгений старается девушек подбодрить. Просто вы же должны понимать, что обнимать человека можно по-разному. То есть можно просто обнял и обнял, чтобы в качестве утешения и все. То есть кто как это воспринимает. Большинство кировчанок на улицах города на откровенный вопрос, приставали ли к ним на работе, ответили категорично – нет. Нет, не сталкивались. Нет, пока нет, слава богу. Такого даже не вспомню сейчас. Нет, не было такого. Но есть и те, кто сталкивался с подобной ситуацией. А некоторые совсем не против обнимашек. Ну, близко подходили, когда было неприятно. Если работаешь с человеком, с мужчиной, допустим, очень долгое время, это даже допустимая обнимация. Что делать, если вы оказались в щекотливой ситуации? Первый совет от психологов – не паниковать. Если ваш начальник или коллега нарушает ваши личные границы, пытается взять вас за руку, обнять или поцеловать, аккуратно и мягко уберите его руку и попросите соблюдать дистанцию. А затем вежливо объясните, что вам это неприятно, человек переходит черту, и попросите его больше так не делать. Если приставания продолжаются, постарайтесь сами записать на видео или сделать фотосвидетельство проявлений домогательств. Рекомендует юрист Ян Чеботарев. И уже с доказательствами отправляйтесь в полицию. Но стоит помнить, в российском праве понятия харассмент нет. Преступлением считается только склонение к сексуальной связи. Юрист вспоминает, за 20 лет практики с подобными пикантными историями к нему обращались лишь три девушки. До суда дело так и не дошло. Как правило, жертвы домогательств просто увольняются, хотя наказание существует. Одна в уголовном кодексе 133 статья устанавливает ответственность за понуждение человека к действиям сексуального характера под угрозой шантажа, либо в силу материальной, либо служебной зависимости. Срок наказания максимальный до одного года лишения свободы. И кодекс об административных правонарушениях, как мелкое хулиганство. Там штраф в сумме до 120 тысяч рублей. Не менее важно запастись поддержкой близких, рассказать им правду, при необходимости поговорить с психологом. На работе обратиться к ИЧАРу или вышестоящему руководству. Самое главное, советуют специалисты, не молчать. Ульяна Ездокова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.